Еженедельник 2000, Украина, безработица, мать бедности Роман Губриенко, Еженедельник 2000, Украина 7 апреля 2019 года 23 статья всеобщей декларации прав человека гласит Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающие достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов В период избирательной кампании претенденты на пост главы государства щедро раздают избирателям множество обещаний Все проповедует улучшение уровня жизни, борьбу с коррупцией, проведение реальных реформ и так далее Однако в общем потоке предвыборной риторики очень сложно уловить хоть какую-то конкретику по экономической стратегии кандидатов На эту тему обществу практически не предлагается новых смыслов и идей Это обстоятельство свидетельствует об ущербности нынешней политсистемы Непонимание того, как должен быть обустроен экономический базис государства Говорит о том, что у нынешних элит отсутствует стратегическое представление о будущем развитии государства и страны Нас поглощает бедность Украина, одна из самых бедных стран Европы Эту проблему широко обсуждают, но никто из политиков не проговаривает ее на серьезном уровне и не предлагает конкретных шагов по ее разрешению Одним из ключевых факторов, порождающих бедность, является безработица О ее преодолении не говорят политики, ее фактически замалчивают в кабинете министров Согласно статистике Минфина, уровень безработицы по итогам 2018 год составил около 9% По методологии Международной организации труда В третьем квартале 2018 год количество безработных в Украине составило 1,4 миллиона человек Для сравнения, в 2013 году уровень безработицы достигал 7,7%, а меньше всего безработных с 2000 года было накануне кризиса 2007-2008 годы 6,9% И этот чересчур большой процент безработицы сигнализирует о длительной экономической стагнации Бедность, порождаемая безработицей, стимулирует и ряд негативных социальных явлений Рост преступности, проблемы со здоровьем, злоупотребление наркотиками, распад семей, домашнее насилие и т.д. Разрешение проблемы безработицы вполне справедливо можно причислить к первоочередным шагам, которые способствуют выходу из экономического кризиса В одном из последних писем, в которых шла речь о поддержке марша на Вашингтон за рабочие места и свободу, преподобный доктор Мартин Лютер Кинг-младший писал Именно государственное закостеневшее безразличие к несчастьям первым раздуло пламя гнева и разочарования Когда над негритянским гетто зависла плеть безработицы, правительство до сих пор перебивается вялыми мероприятиями, до сих пор отказывается стать работодателем последней инстанции Оно просит бизнес-среды уладить проблемы так, как будто его предыдущие ошибки претендуют на успех Плеть безработицы нависла и над украинским обществом, и сотни тысяч продолжают жить в собственном экономическом гетто Проблематика социального неравенства, бедности безработицы в последнее время стала серьезным предметом для дискуссии в экспертной среде Но в Украине парламент и Кабмин предпочитают заниматься, например, языковым вопросом, а не углубляться в серьезные экономические дебри Рецепты решения предлагают как левые, так и правые, как консерваторы, так и либералы Хотя подходы разные, но всех объединяет мысль о том, что эти явления бросают вызов будущему развитию Работодатель последней инстанции термин предложил американский экономист Хайман Минский Иными словами, речь идет о государственной программе и гарантированной занятости Этот инструмент достоин рассмотрения как один из шагов по выходу из экономического кризиса В мире, особенно из числа развивающихся стран, он находил активное применение, и изучение этого опыта было бы весьма полезным для Украины Программа гарантированной занятости предполагает, что правительство гарантирует рабочее место всем желающим соискателям Учреждение универсальной программы с фиксированной заработной платой и социальным пакетом мобилизует все незадействованное в экономическом процессе трудоспособное население Речь не идет о каком-то принуждении, а только о создании нужных стимулов и гарантий Программа может иметь различную конфигурацию и размеры, от общенациональной и всеобъемлющей, вплоть до достижения цели полной занятости, до локальной или сезонной Учреждение такой программы может быть нацелено на различные сектора экономики, от создания и поддержания инфраструктуры и предоставления социальных услуг до создания продукции и услуг на экспорт ТО можно достичь не только социальной стабильности общества, побороть бедность, но и решить проблему с торговым балансом, увеличить экспорт и нарастить внутреннее производство, в том числе решая проблемы с импортозамещением и так далее От США до Индии есть масса примеров применения подобных программ Наиболее известный – создание гарантированных рабочих мест в США во время Великой депрессии и реализации политики нового курса Это была самая масштабная и длительная программа гарантирования Администрация общественных работ для национального развития была одной из самых больших, были трудоустроены 8,5 миллиона человек Целевой перечень тоже был очень широким, от финансирования строительства инфраструктуры, дороги, мосты, железная дорога, парки, аэропорты, и социальные инфраструктуры, садики, школы, дома пристарелых, жилье, до обеспечения общественных услуг, школьные обеды, уход за инвалидами, концерты Во время кризиса 1998-1999 года в Южной Корее была принята программа по борьбе с безработицей Последняя достигла 10% Безработных устраивали в госпроекты по выращиванию леса, ремонту и строительству общественных зданий, в коммунальные структуры, в общественные центры улучшения бытовых и культурных условий и т.д. Программы работодателя последней инстанции практикуют в Аргентине и Индии Аргентинская программа План Хефес, кормилиц-кормилица, предусматривала создание рабочего места для главы домохозяйства, что позволило создать 2 миллиона рабочих мест и существенно сократить бедность Рабочие Хефеса, например, шили форму для правительственных и государственных структур, были заняты на мебельном производстве Подобная программа в Индии направлена на сельское население и его трудоустройство в межсезонье Каждый селянин, который изъявил желание принять участие в программе, должен быть трудоустроен в течение 15 дней после подачи заявки, и ему гарантировано не менее 100 рабочих дней в году Последний пример весьма интересен для Украины, если учесть колоссальную проблему с трудоустройством в сельской местности Подобные программы могут быть разного масштаба, направленности, длительности и секторальности Этим может заниматься и правительство, и органы местного самоуправления Либералы морщат нос да, либеральные экономисты не в восторге от таких программ Привычен подход к регулированию рынка труда методом насосной прокачки и удерживания естественного резервуара рабочей силы при рыночной саморегуляции спроса на рабочую силу Либералы неизменно апеллируют к принципу кривой Филлипса, который гласит, что сокращение безработицы ведет к увеличению инфляции, и наоборот, увеличение безработицы сдерживает инфляцию Сокращение безработицы приводит к увеличению спроса на импорт, что дестабилизирует торговый оборот и приводит к давлению на обменный курс Де-факто либеральный подход гласит, что удержание части населения в бедности и в плену безработицы – необходимая жертва ради стабильности общей системы Безусловно, инфляционные проблемы, связанные с увеличением доходов граждан и расходами государства на рабочие программы, нуждаются в эффективных методах сдерживания В качестве последних сторонники программы гарантированных рабочих мест называют ограничением монетарного спроса Например, когда занятым в госпрограмме предоставляется пакет социальных товаров, продукты питания и одежда внутреннего производства Главные критики либерального подхода к обустройству рынка труда небезосновательно утверждают, что такая политика усугубляет проблему неравенства, укореняет бедность и создает постоянный очаг социального напряжения После выхода в свет книги французского экономиста Тома Пикетти «Капитал» в Хивике темы социального неравенства в мире обрела новый импульс Ее серьезно обсуждают в мировом экономическом сообществе Западные экономисты, преимущественно левого толка, утверждают, что реальные доходы рабочего класса остались на уровне 70-х годов, хотя уровень производительности труда продолжал расти Предложенный американским экономистом Саймоном Кузнецом теория всеобщего роста благосостояния в условиях экономического подъема уже давно перестала работать Американский афоризм «прилив поднимает смели» все корабли оказался несостоятельным Теория просачивания, когда в условиях экономического роста доходы спускаются сверху вниз, абсолютно недееспособны Доходы остаются сверху, а незам достается безработица и бедность Преодоление этих проблем многие экономисты видят как раз в подходе к изменению принципов работы рынка труда Хайман Минский утверждал, улучшить распределение доходов можно прежде всего полной занятостью Но, пожалуй, так далеко Украине заходить пока рано, у нас не ведутся даже простейшие дискуссии на эти темы Латентный мазохизм, бедность, безработица и социальное неравенство – очевидные проблемы украинского государства Гетто бедности и плеть безработицы стали неотъемлемыми частями причудливой экономической системы, которая выстраивается в Украине с момента обретения независимости Печально, но в имеющемся спектре претендентов на статус политической элиты вовсе не просматриваются силы, которые способны решать фундаментальные проблемы или, по крайней мере, готовы их профессионально обсуждать Но еще плачевнее то, что в украинском обществе практически отсутствует реальный запрос на такие силы Истеблишменты, мнищие себя великими вождями нации политики вместе со своим электоратом живут в маленьком мерке, где значение имеют совсем иные политико-социальные маркеры Пока, скажем так, прогрессивное сообщество пытается найти решение глобальных проблем и вызовов, мы не хотим всерьез говорить даже о том, что разрушает нас изнутри Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ